Добрый день! Я рада всем телезрителям телеканала «Союз». Сегодня наша программа выходит 30 мая, в день особый для храма преподобной Ефросиния Великой Книги Немосковской в Котловке и для настоятеля храма, постоянного участника наших бесед, хорошо вам знакомого, протеерея Алексея Ладыгина. Здравствуйте, батюшка! Здравствуйте! Я вас с престолом поздравляю! Спасибо, Господи, взаимно! Спасибо, отец Алексей! Очень радостный день! Преподобную Ефросинию Московскую очень читают в Москве, и вы построили замечательный храм, ее честь и программа наша выходит в престольный праздник. Поэтому сегодня я хотела бы сделать некое отступление от правила программы «Таинство церкви», и хотела бы попросить вас поговорить о жизненном подвиге преподобной Ефросинии Московской, бытой личности и о тех праздничных мероприятиях, которые будут проходить в этом году. Действительно, этот год знаменательный, потому что 605-е годовщина со дня блаженной кончины преподобной Ефросинии, великой княгини Московской супруги, святого благоверного князя Дмитрия Донского, великой славной, святой, которая заново открывается для многих людей в наше время, потому что она была несправедливо забыта, но было на то такие исторические события, которые, к сожалению, перевернули сознание многих людей, и сейчас люди возвращаются в луно церкви. Но опять-таки, всегда борьба. Что связано с верой, это всегда борьба, это всегда подвиг, и об этом говорит нам преподобная мать наша Ефросиния, которую мы сугубо почитаем, и которую за эти годы полюбили не только в Москве и вообще в московском регионе, но во всех уголках нашего Отечества и далеко за пределами нашего Отечества, также почитают и поклоняются преподобной Ефросинии Московским. Об этом свидетельствует и наш престольный праздник, но престольный праздник приезжает не только с района Котловка, где расположен храм преподобной Ефросинии, но приезжает со всех уголков нашей столицы, из Подмосковья и из других городов, чтобы приложиться к образу преподобной Ефросинии Московской, в которой в иконочке находятся частицы мощей, частицы ее пояса, и попросить, конечно, помощи и благословения, и молитвенного предстательства престола Божия нашей преподобной. И преподобная всегда отвечает взаимностью на эти просьбы и никого не оставляет без любви и попечения. Никто от нее не уходит, тощ и не услышан. Всех она питает своей благодатью и отвечает на те просьбы, которые обращаются к ней. Преподобная показала удивительный подвиг. Этому подвигу можно радоваться, и этот подвиг заражает сегодня многих-многих, показывая пример для подражания, потому что она обычная простая женщина. Она не монахиня. Она принимает крест в семейной жизни, выходит рано замуж за молодого Дмитрия Донского, рожает ему 12 детей, и с ним переживает все те нелегкие моменты по становлению нашей российской государственности, Московского Великого Княжества. Это защита пределов. Если Дмитрий на поле боя, то преподобная всегда в церкви молится, и не только молится, но и закладывает некие такие добрые отношения, которые очень сильно возвышают нашу Москву. Ведь преподобная для Москвы сделала очень много. Опять-таки столица не помнит о ней. Не помнит лишь только потому, что сегодня и наши дети, и чиновники не знают истории государства российского. Поэтому порой задают очень странные и дикие вопросы, когда мы начинаем общаться с ними в результате тех мероприятий, которые запланированы на этот год. А ведь преподобная без нее невозможно было бы увидеть славной Москвы, и невозможно было бы увидеть Руси московской. Русь была бы, может быть, Тверской, а может быть, Рязанской. А может, Ярославской. А может быть, Ярославской. Но вот она стала московской лишь только потому, что была вот такая очень умная и глубоко верующая женщина, которая посвятила жизнь свою на созидание этого Отечества. Преподобная закладывает удивительное, ведь она первая, кто закладывает социальные отношения в нашем российском государстве. Где появлялась преподобная, все знали, жители Москвы. Значит, она пришла не просто посмотреть, и она никогда не приходила без подарков. Она всегда приносила что-то для тех, к которым она приходила. А посещала она вдов, сирот, обездоленных, погорельцев. Если это были погорельцы, то они получали средства на строительство своего утерянного жилища. Если это были вдовы и сироты, то она приносила обязательно продукты и одежду для того, чтобы они могли быть согретые и имели какую-то возможность пропитаться. И где бы ни была преподобная, она всегда всем помогала. А если это была муровая язва в Москве, то тогда преподобная была первой сестрой милосердия. Она не пряталась от пожирающей болезни в своих великокняжеских палатах. Она шла и ухаживала за людьми. И при жизни ее почитали матерью, а после смерти называли ее «это наша заступница», «это наша покровительница». И по сей день она единственная из жен, просиявших славою в северной столице после Киева в Москве. Она является единственной покровительницей первопрестольного града Москвы. Конечно, она очень много делает. Она уговаривает вернуться в столицу митрополита Киприана, который утверждает свой первый престол в столице и закрепляет за Москвой звание столичного града. Конечно же, она многое делает для того, чтобы культурно возвысить Москву. На те средства, которые оставили, влияет ей Дмитрий Донской, она строит многие храмы и монастыри, настроит Вознесенскую обитель, настроит храм, который существует и поныне, отчасти, конечно, это собор в честь Рождества Пресвятой Богородицы в московском Кремле. Она, конечно же, создает артели, как мы их называли. Тогда это просто были кружки иконописные, где приглашает Феофана Грека, преподобного Андрея Рублева и многих других славных иконописцев. Она финансирует их, и тем самым появляются замечательные фрески, которые радуют и по сей день глаз не только жителей столицы, не только жителей нашего Отечества, но многих, которые посещают московские Кремли. Она, конечно, ее называют первой поэтессой, то есть в культурном отношении она возвышает этот город, который действительно становится вровень со славными стольными городами мира. Вот приписывают ей плач по своему супругу, есть знаменитый плач, который остался, вошел в историю, плач после смерти Дмитрия Донского, приписывают ей, что она и автор этого плача тоже. Конечно, возможно, в любом случае он мог быть записан кем угодно, но произнесенный ей, это было в традиции народа, это еще замечательно. Замечательно, и мы же с вами наследники нашей Руси, мы знаем, что если в городе молча произносят свой плач, то, может быть, отголоски этого плача стали гражданские панихиды, где так без слез, но говорят какие-то слова добрые. А ведь мы знаем, что в деревнях обязательно были те, которые причитали над гробом, и женщина, достойно несущую скорбь, она всегда причитала у гроба своего мужа или своей матери, или близкого человека. Но эти скорбящие такие женщины, они были и в древности, об этом мы даже читаем в Священном Писании, помните, когда Господь воскрешает дочь Иаира, то пришел, там были приглашены женщины, которые оплакивали уже, поддерживали эту скорбную обстановку в доме. Когда Господь сказал, не плачьте, она не умерла, она успеет, они смеялись над ним, потому что они уже были в какой-то степени профессионалами, они видели умершего человека, они знали, что эта девочка умерла. То есть это в традиции народа. Мы давайте вспомним Федора Алексеевича, Софья, вот если осталась в летописи, что Софья там устроила, царевна Софья знаменитый небольшой скандал, и своим криком перекричала «плакальщиц». Плакальщиц, да. Да, которые шли за гробом царя Федора Алексеевича и плакали по нему, то есть специальные монахини, а вот она так кричала, что перекричала даже профессиональных плакальщиц, как их было. Да, поэтому это все есть исторически, вот, и Евдокия с причитанием, конечно, она говорила о своем супруге, она его искренне любила. Любила и понимала, насколько ей тяжело оставаться теперь одной среди враждебно окружающего мира и среди той боярской разборки, которая может быть после смерти святого благоверного князя Дмитрия Донского. И дети, и строптивость детей тоже. И строптивость, и драв, и соперничество. И не случайно Дмитрий оставляет такое славное завещание, предупреждающее детей. Если будет не так, как хочет мать, не будет моего богословения. Он оставляет над ними свою мать, и она достойно несет эту миссию. Конечно, она хотела пойти в монастырь, конечно, она хотела жить той традицией, которой жила тогда Русь. Она хотела стать монахиней, быть верной своему супругу до смерти. Но он просит ее, ты не должна сделать это, ты должна быть детьми, ты должна заботиться о государстве российском, ты должна заботиться об этом городе, потому что твой авторитет не приложен перед людьми. И такого авторитета нет у наших детей. И она своим авторитетом покрывает. Но при этом, конечно же, она несет очень сильный подвиг, о котором узнают только после того, когда бояре все-таки хотели ее сломить. Они не хотели, чтобы они не могли провести ни одно свое враждебное дело, которое бы было им бы в прибыль, а государству бы в убыль. И поэтому они как бы не настраивали молодого Василия Дмитриевича, он шел к матери, а мать говорила, нет, будешь поступать вот так. И он поступал всегда так, как говорила мать. И они решили оклеветать ее. Древняя метод, чтобы расправиться с человеком, надо его просто оклеветать. Как сейчас, клевещут на церковь, клевещут на нашего патриарха. Лишь только для того, чтобы каким-то образом надломить стойкость и волю великой княгини Евдокии. И им это удается. Дети поверили. Но опять-таки сильные и мудрые действия матери поражают эту клевету. Уничтожают буквально ее. Когда они пригласили ее в свои палаты, говорят, мать, что же ты нас позоришь? Ты ведешь такой безнравственный образ жизни? Тогда она просто снимает часть своих одежд. И они под этими одеждами видят иссохшее от поста тело матери. Так, что кожа иссохла и прилепилась к костям, и потемнела. И вот это иссохшее, изнуренное от поста и молитвы тело матери и стирали металлические верики. Когда они это увидели, они упали на колени, стали просить. И говорят, мы отомстим. Но преподобный говорит, не следует этого делать до моей кончины, чтобы никто не знал о моем подвиге. И они выполнили обещание. Евдокии не суждено было долго жить. Она умирает совершенно еще в зрелом возрасте. Ей было 50 с небольшим. И перед смертью было явление архангела Михаила, который повелевает ей принять монашеский пострих. И сегодняшний день – это день ее монашеского постриха. Обычно в истории святых этот день не празднуется. – Да, она, по-моему, единственная святая. – Да, одна из немногих, скажем. – Одна из немногих. – Да, потому что боли в последнее время были такие же прецеденты. Но это вообраз, наверное, и в пример преподобной. По-моему, Феодосий Тотимский, у него тоже день празднуется монашеского постриха. Он тоже принимает пострих тогда, когда уже оросил жизнь свою монашеским подвигом, тайным таким подвигом. Но и преподобная тоже, и архангела Михаила повелевает принять монашеский пострих. В этот день она совершает очень много чудес. Исцеляет слепого, который просит милостину у Успенского собора, Московского Кремля. И в этот день, говорит, летописец, исцелилось 30 человек, которые входят в монастырь. И по сей день, в этот день приходит очень много людей в наш храм помолиться к преподобной, потому что знает, что и в этот день преподобную услышит человека, который с какой бы болью и с какой бы трудностью он не пришел в наш храм, потому что он приходит и в ее дом, в ее обитель. И здесь при вхождении многие получают помощь. И в любых трудных обстояниях, с которыми они приходят к преподобной. Дмитрий Алексеевич, ну смотрите, казалось бы, подвиг такой, и подвигом иногда сложно его назвать, семья, дети, милосердие, уход за больными, помощь. И тем не менее, мы с вами знаем некое пророчество, очень сильное, до конца, быть может, не раскрыто еще, еще и неосознаваемое даже, схемонахини Ольги, которая говорила о том, что возрождение России начнется с возрождения имени Фросиния Московской. И тогда, когда она это произносила, это было давно, это 50-е годы, даже понять-то никто не мог, имя-то, во-первых, и забыто, кто такая Фросиния Московская, что... И вот удивительно, казалось бы, ну что такого, так, в бытовом, если мы будем рассуждать, по плане жизни, ну что такого она совершила? Ну храм построила, многие строят, ну детей воспитала, ну многие воспитывают. У нее там 80-е воспитала, у некоторых 18 есть детей, скажем, у кого-то даже 20 вот такие. Примеры стали, ну монашеский постриг приняла. Ну тоже, ну что, ну принимали, и до нее принимали, и княгиня, и после нее принимали. Ну как вы думаете, ну почему Ольга, схемонахиня Ольга вдруг произнесла это имя? Ну потому что Дмитрий Евдокий начинал становление Московской Руси. Если мы говорим, этот год, 1150-летие, посвящен государственности Московской, российской государственности, но мы скажем это в целом российской, а вот Московская государственность именно началась с Дмитрия Евдокия. Их изображают уже первыми государями. Но почему опять-таки с них должно начаться возрождение, с почитания этих святых, почитание именно их, и с них начинается возрождение нашей страны, нашего государства? Да потому что они дают нам определенный, очень сильный образ для подражания. Дмитрий Евдокий, летописец, называют совестью народа. Не народ обличал власть, а народ был обличаем святой жизнью власти. Это удивительно. Вот, конечно, приобщиться к их жизни, к их подвигу, к их служению, только вот через это может произойти возрождение России. И на них должны взирать не только и нисколько просто народе, а должны взирать власти, придержащие, которые должны смотреть, как жили и как заботились о своем народе, и как любили свой народ. Вот эти святые благоверные Дмитрия Евдокия, как они посвящали все этому народу и не скрывались от него. А где было трудно и где было тяжело, там были первый князь и княгиня. Жертвовали всем, что они имели, а паче всего своим собственным достоянием, ради того, чтобы народ, их достояние, Божье достояние, имело все в преизбытке. И показывали, конечно, нравственный, очень сильный подвиг. Это глубоко верующие люди Дмитрий и Евдокия. Литописец говорит, что они соревновались между собой в духовном подвиге. Муж и жена. Муж и жена. Это действительно особый образ для подражания. И до конца все-таки мы не знаем Дмитрия Евдокия. Мы только вот сейчас начинаем о них обильно говорить. И вот эти памятные даты, и те мероприятия, которые в этом году будут посвящены Дмитрию Евдокия, мы надеемся, что будет и освящение нашего храма. Хотелось бы, чтобы вы остановились на тех мероприятиях, которые будут, и светские, и церковные. Какие вы ожидаете? Да. Ну, уже запланированное. Это, конечно же, освящение памятной доски, которая будет установлена администрацией президента Российской Федерации в Кремле. На том месте, где раньше стоял Вознесенский монастырь, сейчас стоят здания администрации. После его разрушения в 1929 году Святейший Патриарх будет освящать, а фонд Центра национальной славы будет изготавливать во главе с Владимиром Ивановичем Якуниным памятную доску. И затем она будет установлена на администрации в память о Вознесенском монастыре, в память о самой преподобной, о ее подвиге, о перенесении Владимирской иконы Божьей Матери в нашу столицу, на Рождественском бульваре, будет установлен поклонный крест. Это такое первое мероприятие установки вообще поклонного креста в нашей столице. В Москве же нет поклонного креста, да, Вашка? Крестов, это будет первый поклонный крест на Рождественском бульваре во имя преподобной и во имя ее трудов во благо нашего первого престольного града. Также будет в сентябре это мероприятие. И Святейший Патриарх сам лично имеет желание осветить крест. И опять-таки Центром национальной славы будет изготовлен и установлен этот крест в сотрудничестве, конечно, с правительством Москвы, с Московской городской думой. Будет проведен в августе месяце или в начале сентября торжественный акт, посвященный 605-летней годовщине с одной облаженной кончины преподобной Ефросинии Московской. Ну и в сентябре, в начале сентября мы ожидаем, что будет и освященный наш храм во имя преподобной. И в то же время надеемся на то, что нам благословят перенос сюда части мощей преподобной Ефросинии Московской, чтобы здесь многие смогли совершенно в свободном режиме прийти и поклониться мощам, приложиться, потому что мы знаем, что мощь находится в Кремле, но в Кремль не так-то просто и попасть. А зимой вообще закрывают пределы? А зимой вообще закрывают пределы, да. К сожалению, такое происходит. Отец Алексей, ну чем сейчас живет Ваша община? Очень я знаю много у Вас трудов, может быть, на осмотре телезрителей в Москве сейчас тоже, к моей великой радости, прибавляются у нас телезрители, может, кто-то хочет прийти, чем-то помочь. Я знаю, что Вы, ну я не знаю, расскажешь о Вашем храме, и чем только Вы не занимаетесь, Вы наркологический диспансер ходите, Вы детишками занимаетесь. Батюшка, чем сейчас живет приход? Приход живет и заботами духовными, и заботами материальными, потому что мы продолжаем достраивать наш храм. Сейчас вот Вы видели, что заканчивается установка иконостаса киотов по бокам, боковых киотов вдоль стен, где будут установлены также иконы, особо почитаемые на нашем приходе. Заканчивается благоустройство, установка ограждения. Поэтому, конечно, кто желает поучаствовать в этом добром деле, то мы тоже приглашаем. Есть пока возможность. Вот мы всегда говорим, что бывает возможность, но нет желания участвовать. А бывает желание, но не будет возможности. Вот пока есть возможность поучаствовать в строительстве нашего храма. Ну и, конечно же, мы живем и теми духовными радостями, совершая богослужения, общаемся с народом Божиим. Ну а так Вы сказали, что мы окормляем Московскую финансово-юрдическую академию, где учатся около 50 тысяч студентов, строим там домовую церковь. У нас есть еще приписная церковь на территории ядерного института, где тоже очень много забот и попечения. У нас есть детский приют, есть наркологическая больница, отдела соцзащиты нашего района Котловка. У нас есть радио, у нас есть телевидение, у нас есть окружные газеты. У нас есть группа милосердия, батюшка. Группа милосердия. Без помощи прихожан мы не сможем выполнить те задачи, которые ставит перед нами сегодня святейший патриарный, сама жизнь. Один в поле не воин. Какой бы ни был священник, и каким бы он ни был активным, он ничего не сможет сделать без помощи прихожан. Но мы объединяемся для того, чтобы вместе выполнять эти задачи. И у нас сейчас есть воскресная школа, где почти каждый день расписано, где есть и юридическая клиника, бесплатная помощь, юридическая, экономическая для наших прихожан, где мы бесплатно можем научить компьютерные грамоты, где мы встречаемся с молодежью, где есть группа помощи, тема, которые попали в наркологическую зависимость, или родственники, которых страдают, потому что некоторые даже не знают, а как себя вести, их, упаси Господь, один из родников стал наркоманом, или стал алкоголиком. Вот у нас есть такая психологическая помощь. У нас в воскресной школе принимают педиатр, кардиолог, эндокринолог, бесплатно дают консультации для наших прихожан, для тех, кто желает получить такую консультацию. То есть, как бы, приход живет всесторонней жизнью. Ну, в этом смысл, и в этом есть возможность нашей самореализации. – Батюшка, ну и, конечно, вы скромно умолчуете о том, что, конечно, у вас дивная божественная литургия. То есть, каждая божественная литургия ваша – это, я бы сказала, священодейство, когда прихожане не просто стоят, а именно соучаствуют в этой божественной литургии, и меняются лица, меняются сердца людей. И я думаю, что даже такая некая школа сложилась здесь, потому что у вас много молодых священников, которые также чинно служат в божественной литургию, когда поют хор, когда читают чтецы так, когда все понятно, и все очень красиво и изысканно. Я вот благодарю вас за то, что, конечно, мы имеем возможность приходить на такие божественные литургии. Спасибо вам большое. – Спасибо вам большое за внимание. Конечно, литургия – это центр, это основа, это наша жизнь, и от литургии начинается все, чем мы потом занимаемся. Поэтому, конечно, все силы и духовные, и эмоциональные, конечно, направлены на совершеннее литургии. – Спасибо вам большое, батюшка, еще раз вас с престольным праздником. – Спасибо, Господь. Храни вас, Господь. – Спасибо. Благодарю всех, кто смотрел сегодня нашу программу. Многие из вас, наверное, открыли для себя имя преподобной Ефросиния Московской. Я очень хотела бы, чтобы вы это имя запомнили, потому как преподобная Ефросиния Московской была великой княгиней, женщиной богатой, и она показала миру, что можно любить и богатых. Она была женщиной власти, и она показала миру, что можно любить и власть. Я думаю, что многие из вас после нашей программы захотят прийти в замечательный храм преподобной Ефросинии в Великой княгине Московской в Котловке и поклониться нашей великой соотечественнице-москвичке, которая всю свою жизнь посвятила народу. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова